Закономерная ничья, равный матч двух достойных соперников. Наверное, есть немножко разочарование от того, что все-таки мы играли на домашнем стадионе. Погода ненастная и болельщики, пускай немного, но пришли. Естественно, что всегда ждут от Минского Динамо голов, побед. К сожалению, сегодня не удалось выиграть. Хотя еще раз хочу повторить, что матч был такой плотный. И обе команды организованно старались играть в обороне, не раскрывать свои оборонительные редуты. Поэтому немного голевых моментов было. Но я думаю, что такая игра была, где тот соперник, который бы допустил такую роковую одну ошибку, возможно бы и этот гол стал решающим. Ну а так еще раз хочу сказать, что равный матч, справедливая ничья. Коллеги, будут ли вопросы? Продолжение следует. Перестроились на систему игры 4-4-2 и этот компонент ушел. Владимир Криулин, Металитец. У Жердева хороший удар с дальней дистанции, средней дистанции. Учитывая погоду, была установка, что по-моему, опять почаще било? Установка была общекомандная. Мы понимали, что дождь зарядил. Естественно, что влажное поле, оно ускоряет отскок мяча. Естественно, что вратарям не так просто реагировать. Но для того, чтобы быть успешным в завершении при дальних ударах, надо попадать в створ ворот как минимум. Еще раз говорю, сегодня немного было попаданий в створ ворот. А так, конечно, я перед игрой команде сказал, ребята, что из любой ситуации, будь это в пределах штрафной или за пределами штрафной, бить обязательно, потому что очень сложно реагировать вратарям на такие удары, на такие отскоки по мокрой траве. Вадим Викторович, вы сказали, что матч был равным. И с учетом того, каким был второй тайм, это действительно так. Но в первые 15 минут Жодина три момента смогли создать. Почему так входили в эту игру тяжело? Ну, я думаю, тут не секрет. Мы провели энергозатратный матч с Гродненским Неманом, играли в меньшинстве. Вот и все объяснение. Мы сделали только два изменения в составе. У нас девять человек вышли в стартовом составе, те, которые начинали матч против Гродненского Немана. Но с 15 минуты играть десятером. Поэтому мы так немножко тяжеловато входили. А соперник играл в этот же день. То есть, если брать именно по игровым дням и кубковым баталиям нашим, то мы были в равных условиях. Но соперник играл в 16-0-0. А мы играли все-таки попозже немножко. И плюс мы десятером. То есть, у нас полторы нагрузки легло на тех ребят, которые начинали матч с Гродненским Неманом и сегодня в стартовом составе. Поэтому где-то чуть-чуть нам не хватило свежести вначале. Но мы выдержали. Затем уже выровняли игру. И еще раз говорю, уже в дальнейшем как бы наше движение не вызывало сомнений. Павел Седько решил исход двух матчей предыдущих. Сегодня остался на скамейке. Почему? Ну, здесь имело место быть немножко болезненные ощущения в области икроножной мышцы. И доктор меня заверил, что есть опасения, что может случиться травма. Не хотелось бы нашего лидера Павла Седько, который в последних матчах себя отлично проявил, решил исход матча и в Гомеле, и на кубок с Гродненским Неманом терять из-за мышечной травмы. Все-таки икроножная мышца это довольно серьезная. Поэтому мы в какой-то степени его поберегли. Но перед игрой Павел меня заверил, что готов будет выйти на непродолжительное время и помочь команде в достижении успеха в сегодняшнем матче. Владимир Хвощинский вновь остался на скамейке, так и не появившись на поле. Почему, скажите? Володя также у нас после травмы мышечный был. Естественно, что он уже достаточно продолжительное время в обойме в заявку попадает и уже выходит на футбольное поле на непродолжительное время, на замены, по крайней мере. Но сегодня так сложилось, что надо было во второй половине второго тайма нам все-таки сработать с полузащитником, атакующим в позиции десятки. Это Илья Черняк вышел, потому что, опять-таки, преимущество торпеды Белас в середине поля с учетом трех центральных защитников и двух опорных полузащитников. И вот здесь вот очень важно было, мы уже Раймонда Эдеолу передвинули в позицию центрального нападающего под быструю атаку. Все-таки он умеет на пространстве убежать и создать какие-то трудности сопернику в быстрой атаке. А Илье Черняку дали задание помогать нашим двум опорным полузащитникам. Это и Александр Селява, и Даниил Селинский. Только с этим связано. Продолжение следует...